доброе утро дорогие мои так на первую очередь первую очередь значит у нас пока как бы еще не доросло до таких размеров это речь идет о греческих орехов я же там у меня есть советах настолько из греческих орехов ну когда с ноготь становится вот это до размер греческих орехов то есть ну сейчас попробуем на абрикосе не показать как вот такого маленького размера получается значит надо килограмм греческих орехов литр меда и литр водки через мясорубку это очень сильная настойка а то с под желтой пробки там поскольку в меде находится очень многие антисептиков и и антибиотиков ну водка сама по себе антисептическая штучка вы греческие орехи это йод тоже антисептик очень хороший то есть у нас пока как бы он скворец были прилетел у нас пока как бы этот не доросло до такого размера но на юге там в армении в грузии в азербайджане в дагестане там сейчас уже краснодаре уже как раз сама раз собирать так что соберите и делайте так значит теперь перейдем к теме вот смотрите это абрикос видите сколько уже выпадает с него ну какая погода сейчас россия по моему мне уже не надо говорить о дожди 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 и вот смотрите чувствовала с плодами видите почернела она не должна быть так она должна быть чисто зеленая то есть вот эти пятна пятна на абрикосе это говорит о том что уже болеет то есть сейчас уже плоды уже пошли больные могут сгнить потом даже если и до это да да растут они нормально нету ни одного нормального плода нету видите ни одного нормального это из-за чего это из-за погода сейчас на паузу поставлю зайду во двор дальше про теперь вот смотрите это ранние яблоки тоже видите они должны быть сейчас зелеными не красными это не груши это яблоки это же самое выпадает ну кизель вы помните то есть ну сами понимаете как цветит посмотрите сколько урожая на ней и как видите вот она портится 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 пропадает вот я де-факто показываю до пропадает пропадает но это порядке вещей то что пропадает это порядке вещей почему потому что вы понимаете природе а вот вот одно нормально нашел и 2 нормально нашел там где вот до дождей меньше выпало данная плоды вот она видите тут чисто зеленые не испорчены от те места куда у дождей постановили постановили из по это да как уже качество теряется то есть он там внизу тоже видите тут нормально остались то есть ну как бы защищает листва защитила от это да ну помните как у меня и кизил цвело да там вот тоже вот эти перепады тепло холод дожди практически ничего не осталось нами по одному и как видно вот эти митильчики хотя сейчас должно было быть очень много цвела прямо прекрасно увидели весной я показывал как так это да сейчас по одному выпадало все то же самое другое дерево покажу да там яблони тоже вот смотрите состояние плодов даже не выпадает вот она должна сейчас вот листва видите как прогорела вот там на черешне было плоды видите вот там высохло чудесно испортилось сейчас зайдем голубят и дальше продолжу к чему все вот это говорю я и показываю не всегда бывает хорошая погода если погода была плохая ну ждать хорошего урожая но это как бы глупо то есть такого не это да там есть региона где никогда не бывает это да там хорошей погоды вот мы прекрасно знаем что на алтае тоже очень хороший это да такой нехороший а большой урожай собирает пшеницы но в отличие от юга допустим от того же самого краснодара волгограда ростова да там пшеницы не успевает созревает если допустим у нас вот на юге тогда как бы пшеница созревает то в сибири алтае эту пшеницу искусственно суши потому что она не успевает высохнуть и учитывая того что это да там как бы современные карма это геномодифицированные семена которые стойкие очень к этим на токсином то есть микробам и бактериям то есть там получается простонародье сказать вообще жопа с кормами у нас плохие карма они еще хуже будет карма ну поэтому чисто такой совет для тех которые держат сибири пользуются вот это это да ну или допустим на юге совсем отвратительным кормом значит мы обычно как корм обрабатываем пол куба медного купороса на 2 литра воды и обрабатываем но я последнее время где-то на 10 литровом язро ну не последнее время уже несколько лет где-то 400 500 миллилитров добавляю туда растуру поначалу я где-то 150 100 150 200 миллилитров добавлял потихоньку потихоньку это давай тогда то есть прибавил потому что эффект становится хуже на детей которые живут сибири корма отвратительные ну советую что делать значит ну поскольку пол куба на 2 литра значит на 10 литровое ведро два с половиной куба тоже такой же шприц можете взять набрать туда два с половиной куба медного купороса разводить его с 10 литра водой значит сам корм через ситю пропустить чтоб пыль грязь ушел от него после этого промыть в этом ведре в растворе ну после этого уже высушить и дадите вот так более-менее что может обезопасить корм более-менее будет нормально да в этом случае качество голубей то есть состояние здоровья голубей вы станет получим значит у меня со вчерашнего дня вот этого чубатин кого генераленыша места это да я не прилетел он что-то не зашел вечером не спустился и сейчас утра его нету пропал не пропал не знаю но копчик навряд ли его может взять нож не пропасть такой тоже может быть мы сегодня я сейчас несколько пешку на хочу чисто на себя проверить то есть если внезапно сверху еще один голубо прибавится но это будет этот же голубо если не прибавится значит пропал значит судьба у него такая была то есть тут уже если майорчику хищник забрал то значит тут уже не от хищника закрыли машину красавица 1 . 1 гнездки тоже вот выпрыгнули красивенькие чуватики вот смотрите как как быстро они вырастают как быстренько вот желтенькие это вот от этой моей любимой голубки от мраморного голубя другую вон там это постарший красненький ну его проверили сегодня посмотрю что там еще играть не начал этот пескончик еще мраморники от него есть и от них одна гнездка мраморники а вот это ну это шпингалитики которые выпрыгнули ну это видите как начинался буквально за несколько дней как уже хотя и чтобы этих на нас есть а не вчера долетел за нас есть на я вчерашнем ролике хочу показывал на и красота выпрыгивает а челяк вышел красота нам не больше всего такие такие где там жаренького такой малыш там эти нравится ближе как бы вот так сейчас я поставлю на паузу поймаю несколько штук голубей из молодежи и проверять это один из самых любимых моих цветов в мастер не черношей киеве тени другие а вот эти как говорится на вкус и цвет товарища нет да кому-то нравится печать шеи кудулы хвосты но мне нравится то что ближе к погоде это природе говорится все что естественно то не безобразно сейчас поставим на паузу попробуем проверять да тут вы пишете смотрите это рассада да вот смотрите какие стволы но я купил конкретную рассада пожелтела почему пожелтела потому что толком солнце не видит толком солнце нету одни дожди туман дожди туман дожди холод нужно поэтому даже растение не растет и то же самое касается то что я частенько говорят для голубей обязательно должна быть свежий воздух солнышко понимаете вот эти вещи необходимы чтобы здоровый организм поэтому могла гонга логей как как не крутитесь это обязательно поставлю на паузу и он обязательно поймал я 20 штук пескунов буду проверять посмотрим кто из них понимаете что я поймал разных размеров и больших и маленьких полетел молодец полетела уже и хлоп хлоп и хрена сильно летать не умеет уже переворачиваюсь молодец молодец ну а ты белокорывый мой рыцаренок внук рыцаря уже пытается один из самых маленьких вот он генерал яныш но если мне песку нравится я до последнего я либо его добью либо из него сделаю настоящего ай здравствуй тут еще один есть симпатичный чар шеи чернохвостые черные шеи черные все четко тоже нравится кстати одна гнездка мальчишку отдал не знаю что у него получилось что у него получилось братья строят скорее всего голубь будет там скорее всего голубь и должна быть те двое попернут кроссовец молодец он чикарем харачит и как обратили внимание рассыпную мой любимый цвет от черного чубатого ржавенький мой Уже бить начинает. Уже бить начинает. Он был жаренький. Ну да, я этот свет, видите, это видно, не видно. Не знаю, то ли совпадение, то ли не совпадение, но в этом цвете у меня еще ни разу брака не попали. Среди ржавых долубей у меня ни разу брака не попали. Ну это тоже с полосками, это тоже с полосками, дикарь темный. Молышня летает, генерал-ионыш с этим летает. Вот он, генерал-ионыш Геннаджан. Так что-то сильно не расстраивайся, если вдруг кто-то не прилетел. И то уже мои, видите, горлицы. Вот одна, вторая, сейчас кормим где-то. Я их тоже кормлю. Тут не все, одно чудо есть. Вот сейчас. Макаша какая красота. Такая мазана шеечка, как у горлиц. Игуска. Игуска. Халвор. Роденька на жопе называется. Ой-ой-ой-ой. Так, тут еще кто у нас. Тут кто у нас. Ну это шоколадного чубатого. И скотчик. И это разноглазого. У нас под темных идет, под темных. Ну, по идее, мне надо дать не так быстро выпускать их. А выпустил несколько штук. Пошли, потом опять выпустил. То есть правильно так будет. То, что я сейчас так подряд выкидываю, это неправильно. О, чернохвостый пискульчик попер. Молодец. Красавец. Так. Тоже сейчас выпили. Вот этот дикарчик чубаты. Один отсел красненький. Красненький. Один отсел. Он дикарем попер. Что, яша будет что ли? Да если яша будет, это будет говорить только об одном. Я думаю, что у меня головой болеет. Моя голова. Ответа нету тоже. Смотрите, какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. Хвост. Шея. Ну, а умеешь что-то показывать. Или херня-херней. Или херня-херней. Или херня-херней. Или херня-херней. Вот эти, которым пчел ловит. Пчелоеды летают сейчас. От них тоже голуби могут шарахаться. Знаете, как бы уже так поперлись чуть-чуть. Теперь еще и этих выпустим красиво. Вот смотрите, какая красота тоже. Это чап. Светлый чап на крыле. И шахматный хвост. Мраморный хвост. Мраморный хвост. Мраморный хвост. А одногнёсткий, по-моему, жесткий будет голубочка. начался маленьких перехожу чуть постарше но там уже улезли вон они пошли сидит по низам мотается черненький какой-то посадочка сядешь или вашего и понял села или не села как бы вот так идти по одному красиво летают всеми замками сидят как люди увидят дорогие мои красненького тоже поднял ветер неплохой по моему 7 метров в секунду ветер со двора мне уже неудобно снимать чтобы вы поняли приблизительно что такой 7 метров в секунду ветер попробую на удочке показать многие же из вас на рубалке живут походу видишь тех ну удочку гнёт там что-то такое летит то ли воздушный шар то ли что-то непонятно неудобно и голубей не вижу может выйду попробую с улицы найти их вот так один два вижу остальных не вижу так Валера как всегда своем репортуаре чуть выше проводов мотаются несколько штук не понимаю я таких людей не понимаю так а у моих курьев а вон они они куда ушли а я со двора хотел их снимать пошли на побежку походу и эти вот поскольку это птица молодая вся они будут уходить на побежку то есть им надо будет город изучать вот одна стайка возвращается сколько там 4 8 11 или 12 штук не понял что это такое но никто не сидит все пока летают все пока летают остальные там сколько 8 штук по разнообразно но солнце не дает мне как бы находить снимать их мне в глаза конит как бы вот так мир умер голубям небо гоняйте дорогие гоняйте так этих я опять потерял что-то не бог ушли не вижу и не вижу 20 штук подняла вижу всего 2 голубей а вон они идут вон они не замедут уже вон удачи всем ну, дальше все так сколько 4 8 12 это наверное невозможно считать можно наползу поставить, посчитать а вот так в небе трудновато вон там. Теперь второе ниже. Эти тоже туда ушли. Эти вот так. Кто-то выше, кто-то ниже. Одним словом. Мир умер, голубян, небо. Вот дальше все. Вот эти тоже сейчас скинули. Пошел камеру взял, они уже скинули. После побежки часть вверх ушел, часть сбоку ушел. Опять приподнимается, спускается. Пока летает, молодцы. Пока летает. Кто-то уже и должен идти на посадочку. Красненького генераленыша нету. Нету, нету, нету. Ну как бы вот так. Мир умер. Голубян, небо. Так, Гамель Дзян, ну что бы ты за валидол не взялся, вот он твой внучок. Только я не видел, как посадится. Я корм обработал. Вышел, смотрю, сидит уже. Третий день голубя не было. Два дня не заходил. Вот сегодня блудный сын вернулся. Есть маска, не пропачиваю. Тупой от нас нашли.